Эта песня записана в квартире, а клип снят на мобильный телефон. Да. А эти слова сказаны ртом. Всем привет! Всем привет, друзья! Это Лу и Саша. Короче, есть такая певица, её зовут Рита Дакота. Я знаю её существование из Инстаграма. Там, короче, есть такая страница, называется «Аншлагадмин». И туда выкладывают часто посты про Риту Дакоту. Зачем? Типа скринят её посты и выкладывают. Но я ни разу не читала, потому что там километровые какие-то посты про любовь. Короче, история Риты Дакота. И ты надеешься, что мы сейчас узнаем, коротенько что случилось? Коротенько я помню. А, ты помнишь? Да. В общем, был такой чувак, его звали Александр Тихомиров, помнишь? Конечно. У него в этом извите были, короче, была пара, Влад Соколовский и Рита Дакота. Они, типа, встречались или были женаты, что-то такое. И прямо у них была такая история любви. И, может быть, они тоже были блогерами. И после этого Саша Тихомиров решил, типа, такую же тему замутить с Мэри Шум. И, короче, забудем про Мэри Шум и Сашу Тихомирова. Рита Дакота и Влад Соколовский родили ребёночка, всё у них было хорошо, а потом оказалось, что Влад Соколовский ей изменял. И Рита очень сильно страдала и писала очень много постов на эту тему. Сейчас у неё вроде всё хорошо. Но раз снимает клип, всё хорошо, значит. Да, есть один момент. Я не слышала ни одной её песни. Ни разу в жизни. Просто. Я, типа, знаю историю её какую-то из жизни, но, типа, ни разу не слышала её песни. Говорят, это рок-н-ролл. Рок-н-ролл? Ничего себе. Да. Но мне кажется, что лгут. Ну, давай посмотрим вдруг. Давайте посмотрим. Может, это... Ну, как, типа, знаешь, рок-н-ролл записывали в гараже, а клип снимали. На что снимали? Не было ни на что, просто так. Короче... Рита Дакота. Что-то про карандаши. В команде, которая трудилась над этим видео, нет ни одного дипломированного специалиста. Подожди, в смысле, там нет ни одного человека, который закончил путь АГУ или ВУЗ? Может, решили сэкономить? Типа, школьники от ней, что ли? Эта работа, мы хотели доказать, что творчество доступно каждому. Е-е-е, это хороший посыл. Это же Аврил Лавинь. Нет? Ладно, нет, это не Аврил Лавинь. Но чем-то напоминает. Да не напоминает. Да прикидом. Кто-то звонит. Алло. Почему мы закрываем... Рита, если тебе кинули сумку под дверь, никогда не бери ее, там же может быть все, что угодно. Да, если звонят, ты смотришь в глазок и никого нет, ну зачем открывать? Да. Типа, уходишь и все. Все, или в полицию хотя бы позвони, а то смотри, взяла. Может, там башка отрубленная чья-нибудь. В глаза, когда молимся, когда мечтаем и когда целуемся, так потому что в мире самое лучшее нельзя увидеть, можно чувствовать. И я не знаю, когда ты найдешь и больше, я не знаю, кто разберет. О, билет! Тем более не едем. О, мы поедем на отпуск. Наконец-таки. Ну да, типа это претензии какой-то. Единственное, я не понял, клип снят в квартире. Это квартира? Да, кстати, Рита, подождите. Я что-то не понимаю. Клип снят в квартире на телефон. Мы идем, это какие-то острова. Это что за квартира? Где у тебя квартира? Может быть, это зеленый фон? Может, в квартире зеленый фон. Не знаю. Кто-то пытается меня наносить. Очень заблюрено кожей. Я не понимаю. Так видит этот оператор. Как в клипе Егора Крида, который нам заблокировали. Но его можно посмотреть на индекс Дзен. Или мы не выкладывали. Выкладывали. У него есть пермос. Ну, такой позитивный посыл вроде. Но я почему-то ни одного слова не это не могу понять. Так это же типа на фоне, наверное. Да? Надо слушать на фоне, может. Ну, слушай, когда я первый раз слушал Король и Шут, я тоже ничего не понял. Король и Шут, любовь всей моей жизни. Ничего не знаю. Прикинь, сейчас подсядем. На Риту Дакоту? Да. Может быть. Будем вслушиваться в текст и такие... Это душевно. И потом проснёмся на будильнике Риты, на звонке Рита. И вот открываем глаза и Рита стоит. Типа, привет. Привет. И мы такие типа, что? Что вы делаете у нас тут? Это такой балик какой-нибудь, наверное. Ну, короче, что-то про любовь. Я не люблю такие баллы. Ну, красиво, да, красиво. Короче, пошел. С претензией на рок-н-ролл. Но не знаю. Просто как бы рок-н-ролл это очень, как сказать, широкое понятие. И я люблю такую музыку с self-destruction. Ну, рок-н-ролл, типа, свобода. Вот она на свободе. Ну, да, да. Я так понимаю, что она из какой-то фабрики или из чего-то такого. Я никакие фабрики никогда не смотрела, потому что, ну, типа... Не очень интересуюсь. Красивая девочка. И вот такая девочка, которая очень красивая. Что это у неё? Это пакетик с укулелеми. О! Ну, или с грифами, а с укулелем. А, ну, в клипе есть гитара, значит, с троп-н-ролл. Да, и кит какой-то. Что-то это... Бак, это история против китов. Вот какие красивые девочки там на бале. С черными глазами. Смотри, какой у неё пресс прорезанный прям. Вритамец его курса, как сделать пресс. А, ну, это типа мы снова в квартире, да? Э-э... По-моему, комната немножко разнесённая, да? Она медитировала, типа, и это... Что? Это что? Чего? Это что за лост? Ребят, короче, да, медитация очень странная вещь. Опасная штука медитация. Ты, короче, да, улетаешь куда-то, потом стучишь к себе в дверь, кидаешь рюкзак. И потом выходишь, и опять, короче, это... Она попала в петлю. В петлю круга. Она попала в петлю круга. Михаила? Да нет, у меня есть эта личная история двух моих подружек. Короче, это очень опасно, судя по всему, с этими медитациями. Не практикуйте просто так. Ты имеешь право творчески самовыражаться и делиться этим с другими, а тот, кто убеждает тебя обратно, он заблуждается. Да. Да, да, но главное самовыражаться так, чтобы другим не было плохо. Ну, типа, ну, вы знаете. В общем, есть еще несколько секунд. Вдруг там будет что-то важное. Напишут еще что-нибудь. Твое творчество нужно миру, оно нужно нам. Если ты ждал знак, это он. Все. В общем, много этих хороших напутствий. Да, такие, типа, добрые. Музыка не агрессивная. Не агрессивная, не дезинферативная. Боют, как Егор Крид. Да. Про деньги тоже не поют. В общем, придраться не к чему, друзья. Да. Вот. Если вам нравится Рита Дакота, напишите, откуда вообще она взялась, потому что она же, типа, откуда-то появилась. Вот. Сколько у нее там альбомов? Что вообще вы о ней знаете? У нее татухи, вон, даже есть. Ну, там на этой штучке нарисовано. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока. Пока.